Большой зал городского Дома культуры полностью заполнен зрителями. Болельщики соскучились по ярким и смешным номерам. Тем более, что на сцене будут выступать их друзья, одноклассники и однокурсники. Я бы болел за свою школу. За третью школу. Как ваша команда называется? Оптимистичные пессимисты. Название у команд – самый неожиданный адреналин, ботаники, хайп из Вознесенки с любовью. А готовились КВНщики к их рей буквально в считанные дни. Я представляю команду КВН из Таницы Владимировской. Команда без названия. Да, мы. На самом деле мы не очень долго готовились, потому как... Ну, на самом деле очень сложно набрать команду в наше время. Я-то отыграл уже три сезона. Но новая команда, новые люди, новый сезон. Хотелось бы что-то веселое. Мы представляем Станицу Вознесенскую на этом фестивале. Играем первый раз. Ну, я не первый раз играю. Команду мы собрали вообще с зелененьких, можно сказать, ребят, которые ни разу даже не знали, что такое КВН и не умели вообще играть. Научил их я. Два дня мы готовились. Упорно и сложно. Каждый день репетиции до девяти вечера. Просто сложно было. В мир шуток и юмора кто-то окунулся недавно, а кто-то впервые выйдет на эту сцену. Но КВН объединил всех. Для меня КВН – это не новое открытие. Я играю в КВН уже третий год. Мне КВН – это очень интересно, потому что наша команда очень дружная. И все мы как семья. Я нашел свой талант в КВН. Какие-то разнообразные показываю миниатюры. Шутим, играем, выигрываем. Приходите, играйте в КВН. Приводите своих детей. Игра очень веселая. В этот вечер школьники и студенты шутили о своем. Фестиваль назывался «Молодость». Шутки, соответственно, о жизни в общежитии, о случаях на уроках, о первой любви и, конечно же, о социальных сетях. Ведь этим сейчас живут многие. Тема у нас произвольная. Команды готовились как могли. На те шутки писали самостоятельно. На те темы, которые им интересны, и они считают их актуальными. В фестивале участвовали команды Кубанского экономико-юридического техникума, Алабинского социально-технического техникума, Медицинского колледжа, 1, 2, 3, 4, 5 и 9 школ города и команды Владимирского и Вознесенского сельских поселений. Предположить, кто же окажется сильнее всех, было трудно. Молодежь зажигала и удивляла яркими танцами, тонким юмором, актерским мастерством. В итоге команда пятой школы под названием «Утомленной школой» вышла в лидеры этого фестиваля, оставив позади 10 команд. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».